Это спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, господину Харасти. Вам слово. Благодарю вас, господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа. Имею честь представить вам мой доклад о положении в области прав человека в Беларуси. Возможно, вы видели в докладе, что насильственное закручивание гаек и массовые аресты имели место в рамках мирных демонстраций, прошедших в марте этого года в Беларуси. Это событие заставило Совет по правам человека учредить... Это похожие события, которые заставили Совет по правам человека учредить мандат в 2011 году. Мы надеялись, что Беларусь может описать это как какое-то потепление. Однако в этом году Беларусь вернулась к подавлению тех, кто критикует государственную политику. По сути, в своем докладе от прошлого года я предупреждал, насколько опасно отсутствие каких-либо значительных изменений в системе управления в Беларуси. Причина этого цикличного характера насильственного закручивания гаек в Беларуси заключается в системе управления, которое напрямую зависит от исполнительной ветви власти, в частности от текущего президента, который находится у власти уже четверть века. Мой доклад перед вами имеет своей целью объяснить, каким образом президент выстроил государственную структуру, которая лишь консолидирует и защищает его власть. Даже символичный прогресс в области прав человека служит этой цели. Год назад Беларусь приняла так называемый план действий по правам человека. Это список 100 обязательств, большая часть которых связана с улучшением и расширением услуг, которые уже ограничивают определенные области гражданской жизни. Никаких конкретных действий в этом плане не предусматривается для того, чтобы повлиять на реалии на местах. Властям закрыли глаза на длинный список рекомендаций, которые стали результатом УПО и работы договорных органов. В рамках всех этих рекомендаций правительство призвали улучшить положение в области гражданских и политических прав. В прошлом году я сообщил о двух положительных подвижках. Во-первых, была подписана конвенция о правах инвалидов в сентябре 2015 года. А также были проведены выборы или назначения со стороны властей двух членов оппозиции из парламента. Этот маневр нельзя считать политическим плюрализмом, который отсутствует в системе. Но это крупные новости за последние 20 лет, так как в парламенте Беларуси не было членов оппозиции. В этом году я, к сожалению, могу сообщить лишь о незначительных подвижках в положительном направлении. В частности, было зарегистрировано политическое движение «Скажем правду», хотя и не было зарегистрировано как политическое движение, а скорее как ассоциация. Также Беларусь представила свой доклад в Комитет по правам человека, который ожидался с 2001 года. То есть доклад был представлен с задержкой в 16 лет. Это мерило соблюдение Беларуси своих договорных обязательств. Ваше превосходительство. Доклад, который вы имеете перед собой, касается влияния концентрации власти в Беларуси на положение в области прав человека. Правительство Беларуси в последние два десятилетия эффективно подавляет свободное использование гражданских и политических прав. В результате это привело к установлению страха и тишины. Также это приводило и к репрессиям. Однако правительство вновь решило положить конец таким периодам насильственными организованными действиями в отношении граждан, которые решили испытать эти границы. Позвольте мне перечислить подобную политику, которая не соответствует рекомендациям, которые вы позволили улучшить подслужной список Беларуси. Во-первых, необходимо, в частности, президент назначает и увольняет всех судей. Соответственно, нет никакого пространства даже, которое было гарантировано на осуществление прав человека. Это добровольное разделение властей имеет разрушительные последствия для политической оппозиции, которая вынуждена молчать. Это также сказано о социальных и экономических вопросах. Независимые СМИ являются предметом нападок и запугивания. Вы прекрасно знаете, большая часть из вас, возможно, слышала, что Беларусь является единственной страной практически во всем северном полушарии, кроме США, где до сих пор сохраняется смертная казнь. И, учитывая ограничения в области прав человека, этот факт является еще одним дополнительным элементом страха со стороны граждан, потому что они могут оказаться в суде за закрытыми дверями, где им может быть вынесен смертный переговор, а при этом не гарантируются никакие права человека, ни самого осужденного, ни их семей. Политика лишения является очень важным элементом в Беларуси. Этот элемент получил особое внимание и в этом году. В соседней Украине и в других странах считается, что социальный активизм – это источник опасности, поэтому стремятся к регулированию СМИ. Требования к плюрализму приравниваются к подстрекательству гражданской войне и к потере независимости. Таким образом, прибегают к охранникам для того, чтобы сфабриковать обвинения и представить угрозу, которая едва ли существует. В этом году было сфабриковано дело в отношении так называемого Белого Легиона. Также были арестованы политические оппоненты. Эта практика началась вновь, как и пять лет назад, без каких-либо обвинений. Это еще одна характеристика цикличности в области прав человека в Беларуси. Но, учитывая подобный набор политик, который лишь калечит гражданское общество и сильно его ограничивает, неудивительно, что число тех, кто собрались в феврале и марте для того, чтобы потребовать соблюдение социальных и экономических прав, было высоким. Президент мог предоставить определенные надежды. После закручивания гаек он заявил, что его спорный указ номер 19 будет переформулирован. Это показывает, что президент может изменить юридические рамки и практики лишь своей подписью. Парадоксально, что положение в области прав человека в Беларуси может улучшиться благодаря крайне централизованному управлению, поддержание которого было основной целью подобного типа управления. Конечно же, если бы такое произошло, гражданское общество должно быть вовлечено в эту работу наряду с оппозицией. Господин председатель, я вновь призываю власти сотрудничать с моим мандатом. В любой форме я готов помочь правительству перейти к соблюдению своих обязательств, которые были взяты на себя. Я помогал гражданским организациям и правозащитникам Беларуси в международное сообщество. Должны быть благодарны, что организации гражданского общества не сдались и продолжают стремиться к улучшению положения, несмотря на то, что де юре. Их деятельность является преступной, циклично. Они де-факто получают статус уголовников, сталкиваются с задержаниями. На этом я закончу свое выступление и благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова